Исследовать насходимость ряд 1, 2, плюс корень кубический из 2 разделить на 3 корня из 2, плюс корень кубический из 3 разделить на 4 корня квадратных из 3, плюс и так далее. Давайте начнем с нахождения формулы общего члена ряда. Давайте для этого перепишем первый член нашего ряда, 1, 2, в таком же виде, как и записанный второй и третий члены рядов. То есть, можно заметить, что в числителе корень кубический из какого-то числа. В зависимости от номера n это будет либо 2, либо 3 и так далее. То есть, из этого делаем вывод, что первый член ряда можно представить как корень кубический из единицы, чтобы закономерность была. Далее, теперь смотрим на знаменатель 2, 3, 4 и так далее. То есть, мы можем записать знаменатель как произведение двух сомножителей, одним из которых будет в данном случае двойка, и умножить на корень, если это первый член ряда, значит корень из единицы. То есть, мы одну вторую можем записать в виде корень кубический из единицы разделить на два корня квадратных из единицы. И вот теперь, посмотрите, у нас первый член ряда записан в таком же виде, то есть, закономерность уже просматривается в таком же виде, как и остальные члены ряда. Ну, сейчас еще раз посмотрим на это отдельно. 4 корня квадратных из 3, плюс и так далее. Закономерность уже видна. Давайте я вам, наверное, вот прямо здесь запишу. То есть, этот ряд можно записать в виде n от единицы до плюс бесконечности. И вот здесь я запишу сейчас a n. a n, где a n, это будет общий член нашего ряда. Поскольку мы на предыдущих уроках уже с вами находили формулу общего члена ряда, давайте сделаем это по-быстрому. Значит, ну, во-первых, смотрите, под корнем единица, двойка, тройка. То есть, это арифметическая прогрессия. Первый член арифметической прогрессии равен единице. Разность арифметической прогрессии равна так же единице. Видно, что если сейчас мы по этой формуле найдем, то это будет n. То есть, порядковый номер n. То есть, получается у нас корень кубический из n. Далее. Здесь то же самое. 1, 2, 3. То есть, это тоже корень из n. Корень квадратный из n. И, кроме этого, еще посмотрите. Еще одна арифметическая прогрессия. 2, 3, 4 и так далее. Вот давайте отдельно для прогрессии 2, 3, 4 найдем ее формулу. То есть, 2, 3, 4 и так далее. Разность равна единице. Каждый последующий отличается от предыдущего на единицу. И по формуле у нас а n равно а первая плюс d на n минус 1. Подставляем вместо а первого 2 плюс вместо d единица умножить на n минус 1. Раскрываем скобки. Получается 2 плюс n минус 1. Получается 2 минус 1, 1. Получается n плюс 1. Таким образом, мы нашли вот этот первый сомножитель в знаменателе. То есть, 2, 3, 4 и так далее. Формулу первого члена. Получается, первого сомножителя. Получается n плюс 1. И умножить на корень. На корень из n. Почему? Потому что у нас находится в числителе и в знаменателе. Одно и то же число под корнем. Только в числителе у нас корень кубический, в знаменателе квадратный корень. То есть, получается на корень из n. Формула общего члена найдена. Давайте продолжим исследование. Итак, давайте я отдельно запишу сейчас то, что мы нашли. То есть, мы нашли формулу общего члена ряда, которая будет иметь вид. Корень кубический из n разделить на... И вот теперь давайте сделаем следующим образом. Поскольку у нас уже а-н записано вот в таком виде, да? Давайте сразу немножко преобразуем в знаменатель. А именно, раскроем скобки. То есть, получается n умножить на корень из n и плюс корень из n. Вот таким образом у нас с вами такая получится дробь. Идем дальше. Как я уже говорил на одном из прошлых уроков, нам необходимо подобрать какой-нибудь ряд. Если мы собираемся исследовать этот ряд с помощью признака сравнения, нам необходимо подобрать какой-то ряд, который можно сравнить с данным рядом. Для этого давайте попробуем упростить формулу общего члена ряда. Ну, например, возьмем и отбросим вот это число, корень из n. Корень из n это число положительное. Если мы уменьшим, отбрасывая вот это слагаемое, уменьшим знаменатель, то дробь от этого увеличится. То есть, у нас с вами получится такое неравенство. То есть, наша дробь будет меньше, чем корень кубический из n, деленное на n на корень из n. Еще раз повторю. Чем отличаются эти две дроби? У этих двух дробей числители одинаковые, а знаменатель второй дроби меньше. То есть, вот знаменатель этой дроби меньше, чем... Ну, или можно написать так вот. Вот этот знаменатель слева, который, да, вот этот знаменатель больше, больше, чем знаменатель вот этой дроби. Далее. А если числитель равный, а знаменатель первой дроби больше, значит, сама дробь будет меньше. Теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. То есть, что такое корень кубический из n? Это n в степени 1 треть. Разделить на n. Вот это у нас n в первой умножить на n в степени 1 вторая. То есть, n в первой... Да, да, вот это n в степени 1 вторая, а вот это n в первой. При перемножении показатели степени складываются, поэтому получается n в степени 1 целая 1 вторая, то есть 3 вторых. То есть, получается у нас в знаменателе n в степени 3 вторых. Так и запишем. n в степени 3 вторых. Равно. Теперь давайте попробуем сократить на n в степени 1 треть. То есть, разделим на n в степени 1 треть числитель и знаменатель. Числитель и знаменатель. Ну, или можно так сделать. При делении показатели степени вычитаются. Давайте так запишем. n в степени 1 треть минус 3 вторых. Приводим дроби к общему знаменателю. У нас тогда получается 6. Домножаем первый числитель на 2, второй на 3. Получается 2х1, 2 минус 3х3, 9. То есть, получается 2 минус 9. 2 минус 9 будет минус 7. То есть, получается у нас минус 7 шестых. Что это такое? Это число можно представить в виде дроби, как единица разделить на n в степени 7 шестых. Что же в итоге мы с вами получили? Давайте теперь переходим к рассмотрению вспомогательного ряда. Какой же ряд у нас с вами получился? Итак, мы с вами получили новый ряд. А именно, ряд вида сумма n от единицы до плюс бесконечности. Единица разделить на n в степени 7 шестых. Данный ряд представляет собой ряд типа Дерихле. А мы знаем, что если вот эта степень p больше единицы, а у нас получается 7 шестых больше единицы. Значит, если степень p больше единицы, то ряд Дерихле сходится. То есть, можно записать, что этот ряд сходится. Сходится. А теперь, какой же мы из этого можем сделать вывод? Что мы с вами имеем? Посмотрите, что у нас в итоге с вами получилось. У нас получилось следующее неравенство. То есть, общий член ряда нашего, корень кубический из n, разделить на n плюс 1 и на корень квадратный из n. А это как раз и есть а-н. Вот он, посмотрите. Меньше, чем члены нашего вспомогательного ряда Дерихле. Давайте так и запишем. То есть, меньше ряда Дерихле. То есть, вот этого ряда. Единица разделить на n в степени 7 шестых. То есть, что мы имеем? Мы имеем члены нашего ряда, каждый член нашего ряда, соответствующие члены нашего ряда, меньше соответствующих членов ряда Дерихле, который сходится. То есть, получается, ряд с большими членами сходится, а значит и наш ряд, как ряд с меньшими членами, по признаку сравнения тоже сходится. То есть, можно записать, что по первому признаку сравнения, еще раз напомню вам его, если ряд с большими членами сходится, то ряд с меньшими членами тоже сходится. То есть, по первому признаку сравнения, мы можем сделать вывод. То есть, наш ряд, ряд, наш ряд сходится. Наш ряд сходится. Задача решена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова